Биробиджан, они через неделю поставили программу Сталина. Товарищ Сталин, мы колхозы организовали, присылайте колхозников. Теперь то же самое у нас. Мы уроки организовали, нам нужны студенты. Вы будете нашим студентом. Как раз мне осталось наш горский еврейский. Дело в том, что наш горский еврейский язык очень интересен. Вот девети говорят хами кердену. Хами, ну, месит тесто, правильно? Хами кердену. А у нас в Махачкале, керден это очень красивое имя. Керден это по-другому, ну, женщины. У нас, допустим, у них чонгол, а у нас ингарчу, билка. У них чонгол, а у нас ингарчу. У них бешпох, это тарелка. А у нас наамеки. Понимаешь, у нас один язык, но мы все равно друг друга понимаем. Потому что история одна. Правильно? Теперь можно будет. Учитывая то, что у нас время поздное. Я, раб Ефраим, мне принес книжку, которая называется «Курочка ряба». И он попросил, даст задание мне, перевести эту книжку на гос. еврейский язык. Но прежде чем я его вам переведу, прочту перевод, я хочу почитать его вам по-русски. Жили себе дед и баба, и была у них «Курочка ряба». Снесла курочка яичко, яичко непростое, золотое. Дед бил, бил, не разбил. Баба била, била, не разбила. Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Дед плачет, баба плачет, курочка кудахчет. Не плачь, бед, не плачь, баба. Я снесу вам яичко другое, не золотое, а простое. Нас спрячут. Никому не давая толкать. Да, да, да. Тут вы немножко на наших предыдущих уроках не были. Я вам даю вот эту бумагу, потом вы пойдете и почитаете. Здесь тоже почитаем. Вот смотрите. Теперь начиная уже с... Три урока было у нас. На каждом этом листочке я вам приношу вот эти буквы, которыми мы будем пользоваться. Это уже четвертый урок, где пытаюсь внизу текста привести вот эти буквы. Ну, со временем это намазолит в глазах, и мы запомнили. Да. Вот сегодня я просто перегруппировал, чтобы вам было понятно. Если буквы здесь в списке нет, это просто как на английском, какие-то разносится. Вот смотрите, первая, первая буква в этой табличке. Это который на английском языке есть си. Мы его используем как ци, в слове цадыб. И тут есть слова, смотрите, в первой колонке написано в произношении английского слова. Вторая буква это Э. Хотя это, она по-культурному буква И, но она читается как Э. В слове Эг, Эг, что такое, кто знает? Эг. В Эге Э. Эг, да? Эг. Третья буква это Г, это как в слове крас, что крас, кто знает? Террор. Следующая буква Эг, как в слове хонорабл. Кто зашел хонорабл? Вот когда ты, когда мэру города пишешь письмо, пишешь хонораблый мэр ов засиде, уважаемый. Бону, бону, уважаемый. Следующая буква И, как в слове импортант. Что импортант? Вашу букву уже Ай. Вот это именно тут слова написаны, чтобы вы поняли, как в наших корско-еврейских текстах будут буквы появляться. Следующая буква Джи. Джам. Джам. У лакурологи. И вай, как это, в этом, как Йо-Йо. Йо-Йо. Знать Йо-Йо. Есть такая игра. Игрушка. Дальше идёт Си-Е-Чи-Де-Хак-Чи, Ки-Е-Ч-Лак-Хи, Э-С-Е-Ч-Лак-Ши, Ги-Е-Ч-Те-Лак-Ги, Афганистан, Эн-Зет-Э-Чи-Лак-Жи, Жабатынский. Потом идут самые трудные, казалось бы, но самые важные буквы, которые нам, наши горские евреи, говорят очень много слов с звуками Хи и И. Чтобы букву Хи создать, мы взяли букву Эч и положили около него апастрофы. Поняли? Тут на этой линии Хи есть во второй колонке слово РАХИЛ. У кого у нас, кто есть РАХИЛ у вас? Дочка РАХИЛ. У тебя модно, ну и РАХИЛ, это РАХИЛ. Кольские евреи не говорят РАХИЛ. У Ашкенадских евреев и евреев, которые очень близко с русскими сроднились, у них эта буква Хи пропала. Они только Христ знают. Поэтому они и говорят РАХИЛ. А это Хи, РАХИЛ. РАХИЛ. Вторая буква, которая очень интересная. Мы букву Г взяли и положили опять апостолом Хи. Это у нас заменяет звук Эй. Смотрите, Эй. Мы можем смотреть Эй. Очень много слов на буква Хи. Если мы его забудем, мы значит горсткий вред не сможем использовать. Они, бедный. Ашир, АРЮС, АРЮСИ. Ай, Ай, стыдно меня. Ай. Очень много. На Ай невероятно большое количество слов. Поэтому этот звук Эй нельзя пренебречь. Тут на этой линии я привел только одно слово. Смотрите, Ашир. Ашир – это Ашир, видите, да? Третья буква – это буква, которая была У. Опять положили апострофы. Вот есть на английском слово Эрли. You came early. Эрли, да? Третья буква. Третья буква. Вот это Э, вот это как бы ближе к этому. И, наконец, последнее. Это И с палочкой. Это твердый И. Я пока нашел всего одно слово, где это твердый И применяется. Пока. Это Рэм. Рэм, вот когда человеку скармится, выходит нехороший вещь. По-английски это пас или пусть я не знаю. Я словаре смотрю. Значит, еще и еще раз говорю. Может быть, еще в ближайшие 5-6 уроков я буду занимать половину этой буквы. Я вам советую, если вы тратите время, приходите на уроки, постарайтесь этой буквы заполнить, чтобы мы потом на это время не тратим. Что я еще сделал? Посмотрите, на той линии, где было ГИ, ГРАСС, я свел еще два звука. Видите? Это ГИ, ГИ с палочкой был внизу. ГИ. Я его, да. Вот это стало. Эй. 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 Это ГИ. Гюль. Это, вот смотрите. Это отдельный, который был ГИ. ГИ. ГРАСС, Гюль. ГРАСС, Гюль. Я добавил туда, взял право снизу, поднял туда опять это ЭЙ, и который был Афганистан, ГИ. Чтобы вы поняли, что на базе звука ГИ, ГРАСС, на базе этой буквы мы еще, как хотите назовите, придумали, используем еще ГИ с апостольфом это ЭЙ, а ГИ с ЭЙ чем это ЭЙ. Очень много слов, я вам сказал, вот смотрите, тут привел, АРЮС, АРЮС, ЭЙЛЮМ, ЭЙЛЮМ, ЭЙЛЮМ это МИЛ, да, ОССИ, ОССИ это, вот тут, например, ОССИ, ты что-то там занервничал, начал, ОССИ БЕСТО, ОССИ как будет в английском языке? ОССРОЙНОЕ. СЕРДИТОР. Английское? ЭНГРИ. ЭНГРИ. ОССИ это ЭНГРИ, да. Они, они это бедные, поняли? А на букву ГИ, СЕЧК, ГИ, навалом, на горско-еврейском, навалом словно ГИ, вот как Афганистан. КООЛ это, КООЛ это, КООЛ это, КООЛ это, КООЛ это барабан, КООЛ. КООЛ это барабан, вот барабан КООЛ. А у нас мешок? Да, у вас мешок, этот самый. КООЛ, это КООЛ. Это КООН, это ГОВОЛ, это ВЫ ИТРИКУТАЛИЙ. Ну, поэтому, мы говорим сегодня. … «МУГАЯТ, МУГАЯТ!» «МУГАЯТ!» «МУГАЯТ БОЖ». ВОТ ВЫ –АССУЧТЕ МУГАЯТ» –АССУЧТЕМУГАЯТ? –АССУЧТЕМУГАЯТ? –ГАЯТ! –АССУЧТЕМУГАЙТ! –АССУЧТЕМУГАЯТ БОЖ. وعими тек Diiker, обkiego твердится. Она все говорила, что это очень часто используется слово. Божь как сок божьи и здоровье, как корень там. И еще надо, звук Г есть козгу. Ни одна горско-еврейская семья раньше без козгу не было. Козгу это была вот такая вот штука. Она обычно бывала медная, она была обычно медная, но ее оловом его лудили. Каждый Песах за месяц до Песаха приезжали из деревьев, из Лахиджа, откуда-то. Эти кумыки, не знаю, Лахиджи, они евреям делали козгу. У нас в семье, я помню, от моей бабушки было невероятное количество. Маленькое, чуть большое, еще большое, и вообще было очень большое. Это как кастрюля? Типа кастрюля, вместо кастрюля, казаны. А очень большое, когда свадьбы бывали, это не у всех было. А как его брать было? Газуфуги надо было брать? Да, а чтобы его взять, горячие бывали, газуфуги делали. Такие бабушки. Делали вот эти такие. Да, да, была такая. Тряпочки брали. Теперь я... Ребята, я не знаю, как вам... How can I stress on this? Эти звуки, которые у нас, это четыре буквы, очень важные. Мало того, и вот это ги с эйчем, гэ, тоже невероятно много слов, чтобы вы это запомнили. Давайте просто повторим. Этот и, и, арус. Говорите, и, арус. 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 Теперь вот на той линии, где эйч, чтобы вы поняли, что родственники. Хотя простой эйч это... а вот что там это апостол положи она стала хаур, хаур это френд, хурмят это респект хаур, дай Бог, чтобы кто не женился, чтобы они хаур стали, у гонские евреи есть хорошее пожелание, говорят хаур, гердош, хаур, если он еще никогда, еще не хаур, 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 гердош, это хаур, это хаур, это хаур, гердош, чтобы ты стал женихом, он тебе желает, а еще есть слово хаур, здесь два ха, смотрите, первая буква ха и последняя хаур, видите, хаур, это фатмер, а вот когда говорят хаур, это друг, нет, хаур, это друг, а хаур, это товарищ, партнер, партнер, товарищ, это товарищ, например, я считаю, что очень много товарищей людей бывает, они или вместе работают, или вместе учатся, или что-то вместе делают, что-то они вместе делают, а хаур, это очень мало хаур бывает, знаете, я могу сейчас глаза открыть, когда я у нас красный Слободе, у меня полно было хаур, мы с ним ходили в речку, рыбу ловить, в лес ходили, ежевику собирать, все они хаур, но я не помню, что они мне были хаур, я хаур, это с кем ты делишься, очень близко, да, хаур, а когда бывает, когда бывает какой-то шури, когда какой-то шури бывает, симха, симха это шури, да, говорят, я всех моих, я когда у меня осталась, я позвал всех своих хаур, 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 ты и друзей позвал, ты и товарищи позвал, понятно, я теперь, я I am going, this table, leave for three-four couple lessons, One more, ok, чтобы вы, чтобы вы почитали, и когда вам нечего делал, и сюда запомнили, хорошо? А сейчас давай, которое стихотворение, Раби Ефраим нас попросил, давай с него начнем, читай первый курицей, Kugliet, Kugliet. Kugliet. Kugliet – это пеструшка, это пёстрый такой, пеструшка, по-русски пеструшка. Курицы бывают инкубаторские или совсем белые, а вот те курицы, которые жили в районах деревьях, раньше, Они были такие историчками из Азербайджана. Я говорю про цвет. Супера кальгля. Почему кальгля? Ты же курочки на книгу дал. Кальг это курица. Кальг. Мог ли мы добавляли? Кальг. И смотри кальг. А мы очень давно, когда были у нас уроки более многолюдные, я вам объяснял этот сафикс. Помните? Славообразование. Когда ля, моля, 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 моля. Получается маленький, да? Не могу. Кордаля, кордаля. Кордаля, 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 да. Умори бери, не бери. Кали мертвы, кали зен зисти. Зисти. Жили. President dreams, she loses. У시는 будет отличная. Из طreichen кальг. Ухура. Ухура. Ухура виртует. Ухура хотя уничт. Правда. Ухура unterschied��. Его такой подня. Bag erre. Гでは мир posed для ничего. сафеда бу. Сафеда бу. Сwithра. Я извини, но когда кто-то что делает, вот сейчас, у Аджами, Шаббатай сказал, «Хами Кердаву». Мы «Хами Кердаву» не говорим. Мы говорим «Хами Сухтаву». Сухтава это нашим говорим. Да, ну я не знаю, что вы искупаете. Я не знаю, что вы искупаете. Я не знаю, что вы искупаете. Вы знаете, что вы искупаете. Я делаю мессу. Мы не говорим «Хами Кердаву». Это «Кем» говорим. Это «Дибинский». Это, наверное, «Аджинский» говорим. А, окей. Давайте начнем. Мы говорим тоже. «Хойен-набу» – «Харрузы». Где это? Сурххи бу. Давай сейчас посмотрим. Сурххи бу. Сурххи бу. Да. Сурххи бу. Да. Хойен-набу. Харрузы это каждодневные яйца. Вы какесь вы escrим сидел на месте сурх. Обычные, обычные. Обычные – это «Харрузы». Ну, каждодневные яйца. Хойен-набу «Харрузы» шюрхи бу. Сурх на месте золота. Сурх – это золота. Смотреться! Сурх… А почему здесь «Сурх» написано? «Стурх». Ну там, наверное, αποст hackney! Ничего. Да. Я это запомню. Добавил субтитры Алексею Дубровскому 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 Вы выбрали это не зря, сказку, потому что она подходит на наш траурный 9 дней. Теперь давай мы тогда только на свой вопрос, не историю, а из этого. Эфраим, раби Эфраим, принес эту книжку две недели тому назад. Я только на сегодня подготовил. Я вам скажу, у меня мой друг, которому я занимался, это сказка про первый храм снесла яичко золотое яйцо, вдруг построен храм золотой. Потом разбили, и курица говорит, я вам теперь построю второй храм, но он уже будет не золотой, а простой. Очень похоже. В общем, мы должны выразить благодарность Шум Шуму за вот эту аллегорию, что ли. Это не моя рабонерия. Ну, вот видите, мы, оказывается, мы говорим о серьезных материях, а не какой-то там. Теперь, я не знаю, если вам будет трудно слова еврейские понять, то тут справа есть вольный перевод на английском языке. И так далее, и так далее. Если, если теперь, пожалуйста, если у кого дома есть маленькие дети, у вас сидите и это читайте. А я хочу сейчас вам, не туши пока этот, Ифраин, А я хочу сейчас это почитать, если, Ифраин, я имею тебе большую просьбу попросить Диму, чтобы вот я, то, что я сейчас говорю, я буду внятно и читать, чтобы это люди могли на ютубе слышать, с одной только целью. Песенка очень короткая, несложная. Если вы хотите, можете, рядом есть английский перевод, вашим детям объяснить, мы живем в стране англоязычной, да, а чтобы у вас было произношение правильное, я вам сейчас просто читаю все стихотворение целиком. Амары прий, не прий, клямар и клязан, десанты, Я керка их запишу, кляк лег, окей, сухо, клямар и клямар, не прий, клямар, Зава, Зава курд, не беста, клязан, зава курд, не беста, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok